И один, и также три балла в зачете Адрин Мединский. Таким образом, Анжелебедев и Адрин Мединский закончили выступление в сегодняшней гонке. Ну и все. Нас ожидает самый решающий заезд в сегодняшней гонке. Старт, в котором примут Эмиль Сифудинов, Питер Килдемант и Никки Петерсон. Итак, в соперниках у них Энтони Йонас Дэвидсон, красный нашлемник у Сифудинова, синий нашлемник у Килдемана белый и, соответственно, у Петерсона желтый. Итак, решающий заезд в первую очередь для Никки Петерсона. Ну а что касается борьбы Килдеманда и Сифудинова, действительно, вот, наверное, здесь уже решается судьба чемпионского титула. Напомним вам, что четыре очка на данный момент разделяет Сифудинова и Килдеманда. Очное противостояние основных претендентов на титул личного чемпионата Европы нас сейчас ожидает. Ну что ж, пожелаем удачи Эмиле Сифудинова. Напомним, синий нашлемник, вторая дорожка, наш гонщик, лидер российского спидвея. Стартуют гонщики, великолепно это делает Эмиль Сифудинов, как ракета он выстрелил со своей второй дорожки, сразу же стремился вперед. Но там Питер Килдеман пытается набрать высокую скорость, внутреннюю часть трека занимает датский гонщик, но Эмиль также быстр, продолжает он пока оставаться первым. По внешке проходит Эмиль, вырывается он вперед, преследует его Питер Килдеманда на третьей позиции Никки Петерсон и остает очень сильно от них. И он сдавит его на трагине, совершает Питер Килдеманда в желании догнать Эмиля. Задевает он задним колесом мотоцикла, дефлектором, надувные борты трека. Остановлен заезд, будет исключен Питер Килдеманда из него, как виновник остановки. Ну что ж, Никита, таким образом я могу сказать, что скорее всего это титул в руках Эмиля. Если он хорошо проведет перезаезд и наберет зачетные баллы, то он уже будет недосягаем, недосягаем для Питера Килдеманда. Радуются, радуются представители. Ну что ж, действительно, ну осталось только... По-моему они готовы уже... Радуются, да, все-таки браво, браво, мы поздравляем, уже и теоретически шансов не будет у Питера Килдеманда. Так что Эмиль Сайфудинов, чемпион Европы 2014 года, в прямом эфире телеканала Евроспорт. Поздравляет Григория Лагута, своего напарника по сборной России. Что ж, браво, великолепная победа Эмиля Сайфудинова. Максим Богданов также поздравляет Эмиля. Ну что ж, все рады. Ну вот, да, ну к сожалению, вот так вот, да, падением основного конкурента пришла эта победа. Но это все-таки победа. И расстроен, безусловно, Питер Килдеманда. Да, видимо, разосадовала Килдеманда. Да, пытался до последнего. Рисковал, рисковал, безусловно, пытался набрать максимальную скорость. И вынесло его широко. Задел он либо дефлектором, либо задним колесом надувные борты. И совершил это падение. Ну, рад Эмиле. Ну что ж, все равно надо сохранять концентрацию. Все-таки он должен провести и 18-й заезд. И участвовать еще в финале этого этапа. Ну, все, безусловно, рады. Это победа. Супер, супер. Поздравляем мы еще раз Эмиле. Но еще впереди. Еще как минимум два заезда. 18-й и решающий. Смотрим мы еще раз падение Питера Килдеманда, которая лишила его всех статистических шансов на титул чемпиона Европы. Да, очень широко. То есть он зашел. Совершил нато падение. Смотрим еще раз. Да, по-моему, даже дефлектором, даже колесом-то не коснулся, а лишь только дефлектором. Но этого хватило, чтобы потерял управление на своем мотоцикле. Питер Килдемант и совершил это падение. Смотрим еще раз. Да, вот там касание, которое сразу же стрельнуло в мотоцикл. Он был здесь у Питера и совершил нато падение. Очень, конечно, расстроен, что не в борьбе, к сожалению, а вот именно в падении. Ну, хотя борьба-то, конечно, была на треке. Пытался он достать Эмилия Сафудинова, но вот совершил это падение. Не смог финишировать и исключен из 18-го заезда. И именно это исключение Питера Килдеманда принесло титул Эмилия Сафудинова. Титул личного чемпиона Европы. И продолжает получать он поздравления от Григория Лагуты. Продолжает радоваться Эмиль. Ну что ж, великолепно. А вот и российский триколор на трибунах. Отказался, отказался Эмиль от выступления в цикле Гран-при личного чемпионата мира в этом сезоне. Опять же, в силу того, что нет у него титульного спонсора.